hello everybody hi my students hello friends четыре года там назад перед выборами соединенных штатов президента соревновались там и трамп выиграл хотя он не выиграл а 3 3 миллиона как мы и предсказывали что больше за него проголосуют матрица пифагор тогда предсказала и действительно так и получилось и девочка эта французынка тоже она не подвела предсказательница да да как говорится дочка ванки дайка она не обманула потому что она тоже сказал что выиграет вот этого дама клинтон но она и выиграл 3 миллиона как мы знаем что значит выборщики были подкуплены но потом вся система была подкуплена прокурор главный когда расследовал этот вопрос прокурор заменял дело и потому что его он тоже был куплены конгресс там нет большинства не было большинства демократов конгрессе никому никому было отстоять значит это она в основном мы знаем что выборщик кто купил то два друга сапог и валенок да русский валенок и это сиральский сапог вот они скинулись и это туда в пламя или огромные деньги такие что вот вся страна нищие ходит и разливается везде все худое нефть разливается все деньги в трамп вложили а выхода никакого нету и жириновский вынужден был тапками топать там в доме ах этот проклятый трамп зря мы за него пили шампанское также ну фактически получается да что народ то будет три миллиона это целый огромный город три миллиона клинтон собрала больше демократа больше собрали ну а выборщики мы знаем легко купить так же как вот у нас выборы не легко покупается дистанционно там одному программисту заплатил он тебе любые результаты любой отчет но также вброса мы видели в ютюбе все есть как при пути не вбрасывается там эти выборы элементарно ну там конечно бы можно было построже сделать но большие деньги много решают если бы не было этих подтасовок там в америке то возможно бы и коронавируса не было не надо было трампа выдвигать там уж сейчас уже байден говорит что-то полный откровенный идиот его поведение самодурская ну как у матрицу вот рассматривать четыре года назад она сама матрица самодур сейчас еще мы посмотрим теперь известно что голоса значит байден будет партнером значит трапу на выборах и они будут избираться третьего числа будут выбросы 3 ноября через ровно через четыре месяца почти через четыре месяца вот как говорится вот говорят мы бяки буки каждый терпит нас земля ну куда эти карты в руки погадать на короля тру-ля-ля тру-ля-ля вот два кандидата дональд трамп и байден интересно их не содержание музыкальный вкус и говорят о внутреннем содержании человека мы сейчас посмотрим два хита который один хит нравится очень балдеет трамп от этого хита вот маршал там не наш маршал певец а там есть свой 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 маршал чечетчик сейчас мы его послушаем что любит трамп какую музыку вот интересно просто да именем он называется под погонялом именем идет вот мы его сейчас засушим не бойтесь но то фрейд но если вы хотите вы хотите вы хотите Продолжение следует... 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 А вместе все наши, вот эти, тоже много их, миллиардерчиков-то, они где-то 200, ну, около 200 они наварили на этом деле. Ну, может быть, 60, это самые, говорят, от 60 и до 250. Ну, возьмем меньшую цифру, 60 миллиардов долларов, это тоже, там ограниченный круг-то их, 12 апостолов вокруг Кутина-то, вот этих, в Торах. Николай Александрович, Торах, ну, я говорю фамилию, ну, это надо разъяснять, это был такой, тоже самый богатейший, неизвестный, про него мало, только миллиардер, который захоронен под Станкином. Там церковь была снесена и построен Станкин, институт, откуда вышли вот эти все наши знаменитые, вот эти деляги, деляги все, и Мишустина оттуда вышел, и Станкина. Так вот, этот Станкин построен как раз на мощах Николая Александровича Второго, который был, ну, супер бизнесмен, если бы его не убили в 52 года, его убили, то он бы, конечно, наворочил бы дел больших, тем более он, в принципе, никому не мешал. Ну, это человек, который работал на Первую мировую войну, обслуживал армию Николая Второго гранатами, партнерами, снарядами, и химией, и красками, и всем таким. Чем он только, и плюс, и золотом еще у него были золотые прииски, вот. Поэтому, миллиардеры наживаются на войне, так же, как вот на Первый, вот этот Фторов нажился. Ну, в 18-м его убили уже там, война окончалась, но гражданка это только начиналась, и убили-то его, вероятно, и это Белый. Ну, он, ну, фамилия, представляете, Николай Александрович Второв, 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 Николай, как Николай Второй, да? И убили его за два месяца до убийства Николая Второго. И ясно, что убили кто? Было говорили, ну, эти, монархисты, монархисты. Потому что монархистам не нужен был вот этот кошелек, который, этот Второв обслужил левых и правых, всяких эсеров и большевиков. Этот Второв обслужил. Он был им и не нужен, монархистам не нужен, такой был человек. Когда вот захватил Советский власть, им надо было голодом забореть Москву. А он начал спасать Москву от голода. Ну, здесь саботаж, ясно. Так же, как разлив нефти, тоже саботаж со стороны олигархов. Путину очередную, как говорит, свинью выкатили лужу, чтобы он там поплескался в ней немножко, да? Ну, так же, как ему вот выкатили подлодку курса в 2000 году после выбора. А сейчас вот перед выборами тоже вот выкатили тоже такую лужу нефти. Ну, это не один случай. Там сейчас опять взрывы домов начались, то есть помощь. Началось запугивание населения, уже коронавирус надо чем-то еще запугивать. И опять старая карта, ну, на Лубянке они же ничего больше не... Там же Хаббат, он один и тот же, вот он. Вот они там сидят, поэту книгу изучают и выполняют. Это у них там основная, основная, протоколы. Они по ним работают, что у тебя не отклонятся, их свои товарищи убивают сразу. Они в расход. Или какое-нибудь дело заводят, вот или все. Или какого-нибудь там Момбессонов рассказывает, какие там дела. Это в КГБ раньше служил. Вот. Отклоняться нельзя от плана. От планов все нельзя, но четко преследствовать. А план какой там? Все время в напряжении держать все общество. Нельзя, нельзя отпускать, нельзя. Все время должны быть трагедии, теракты, вот эти войны, эпидемии и все. Для того, чтобы все пришли и поклонились бы вот этому князю мира, как он заставил Иисуса Христа-то, хотел заставить, поклониться. Но только вместо Иисуса Христа это будет все общество. Вот таким образом. Что сделал Трамп для Хаббана? Он сделал много, но он все сделал. Его можно уже в Израиле, там память. Он уже, кстати говоря, и в Израиле это посольство переместил туда, в Иерусалим. Ну это уже все. Осталось только вот этот вот несчастный мечеть Амара. Ну уже отодвигает, уже договоры, уже планы строит. Он там все нормально, работает человек, работает. На второй срок надо его убирать, правильно? Ну если не прихлопнут оппоненты. Ну против него дело, там было об импичменте. Также против этого самого Клинтона, самого мужика Клинтона, да? Или как его Клинтон называет, он какую-то практикантку там он в кабинете изучал. Молодую практикантку. Монику. Вот этого Моника. Моника, так сказать. Отличился он, отличился. Он сработал отлично. Вот на эти, на международную банковскую систему он сработал просто прекрасно. Единственное, что сейчас вот ему надо Китай, как говорится, переломить, чтобы в Китае, в Китае же уже сейчас опять рост, и они задавили коронавирус. А в Америке-то все никак, все никак. И вот это тоже склоняет людей, избирателей вернуться к демократии. Потому что Америка грейтеген, она, что она, обкакался. Трамп-то пшик. Она не грейтеген, она сейчас гражданская война. Тем более видите, какие меры принимает полиция. Что полиция делает с демонстрантами. Она почти уже добилась нашего уровня. Уже скоро, как у нас, вот переняли опыт у нашей славной полиции, которая бутылки с шампанского в задницу засовывает, а это там расчленяют, а потом убивают прямо в этих, ну, в приемных там где-то, в приемном отделе покоя. У них в полицейском приемном покое, да, упокаивает там это. Ну, это сплошниковый, что там говорит. Ну, вот, пожалуйста, за четырех, но на бой с человеком убили прямо на дому. Ну, Трамп-то же у нас тоже, система-то одна дружит, то трое, трое дружит. Три богатыряда. Один в бункере сидит, другой вот тоже в бункер пихали. А третий там сидит, потому что у него было сразу лекарство от этого вируса, он знает. Он даже маски там не одевает, в Израиле. Вот таким образом. Там уже противоядие было, потому что они всеми разработками занимались. Вот опять же, вот по этим планам. Ну, что, это же правда. А написано-то когда-то? Это в 1897 году, это окончательная редакция. А до этого сколько лет, сто лет писалось, да? В Америке еще начинало писаться. Вот таким образом. И нам предстоит следующий прогноз сделать. Значит, прогноз мы делали, не рассчитывали в тот раз, четыре года назад, что будет такая фальсификация выборов в Америке, да? Мы не знали, что там учатся тоже у наших. Ведь они же учатся. Их вот этот, как, Чуров-то научил он, американцев. Они же перенимают опыт. И сейчас вот эта Людоведка Елочка, она, Панфилова, она переплюнула Чурова. Она еще, она еще пуще под фальсификацию. Уже сейчас результат же сказали. Должно быть 65, это как минимум. А в ЦИУ мы уже дали задание, он выводит на 2% больше. А мы опросили там своих трех человек, и из них, значит, 77%, то есть 67%. Это как минимум будет 67%. Мы опросили трех человек, позвонили своим. Мы всегда их опрашиваем. Вот что такое в ЦИУ. Все уже поняли, все уже давно смеются, но выборы все равно не отменить. Тем более, несмотря на то, что Людоведка сказал, что выборы ничего не дают. Уже все подписано, все действует. Все действует. Уже обнулен срок. Все. Остается только выбрать и пилить дальше. Значит, как говорится, как там у Ремезова писатель. Ремезов был такой интересный писатель. Он до революции, а потом после революции еще где-то писал, еще за границей, где-то во Франции, в Париже писал. Он придумал общество такое, великие, великие обезьянии. И раздавал там все, великие там магистры обезьянии и все такое прочее. Вот эта великая обезьяния, конечно, она хитрая. Также будут проведены в Америке выборы, так же, как у нас. Потому что Трампу все инструкции даны, как проводить все. Программы все, все. И вот напомню, какой из себя Дональд Трамп, что он из себя представляет. Наконец, с Пифагора обратимся. Он с 46-го года, вот ему 73 годика. Вот 14-го, у него уже скоро день рождения. 14-й, видите, сегодня 6-й, день рождения Пушкина Александра Сергеевича. Но он не 6-го, он 9-го. На этот счет ролик был такой, как называется, когда родился Пушкин. Там доказано, что 9-го. И вот здесь 44-й президент, а не 45-й, как они писали. Именно 44-й. Потому что, повторяю, этот вот был Гровер. С именем Гровер был президент. Он два раза президентил. Поэтому одну голову за две нельзя считать. Президентство было, да. Президентство 45-й. А президенту вот этот 44-й. Смотрите, какой у него сумма. Он далеко не дурак, как его от Байдена. Вот Байден сейчас посмотрел. Действительно было. Так, но это у него деструктивный характер. Он и сделан-то своим, он много раз прогорал. И в долгах был еле-ле-еле там. Ему тоже помогла Москва расплатиться. Его тащили. Ну, не только Москва, его и тащила Израиль. Это они дружно тащили. Вся вот эта хасидская, хаббатская система. Хазарская. Гаганат. Великий мировой хазарский хаганат. Он дуралом. Ну, видно, пять единиц. Это видно по нему, что он дуралом. И здоровый у него дуралом. То есть три четверки. Ну, энергии особой нет. Он сразу сбегает туда и играет в гольф себе. Ну, вот он любит гольф. У него две шестерки. Спорт любит. Молодец. Ну, и виморист такой. Иногда скажет. Там дамы все описываются. У него две девятки. Ну, с семьей, конечно, у него хреновато. У него три семьи. И там четверо или пятеро детей. А сколько еще он домогался? Это же не описать. Если там всех собрать, его детей там не соберешь. А вот он, Байден. Тоже на него домогался. Ну, он несчастный. У него жена первая-то погибла. 20 ноября 1942 года. Он старше на четыре года. Видите? Ему будет 78 лет, когда, если его выберут. И сумма-то, видите, у него 12. Кто полный идет? Круглый идет. Это Байдена здесь. Круглый идет. По сравнению, надо в порядке ниже по уму, да? И что? У него по деньгам-то, смотрите, как он спекуляцией занимается. Трамп. У него пятерка. Ну, и вот и для мирового правительства людей нельзя любить. У него семерка. А этот высокодуховный католик. К тому же. Ну, у него, видите, дельта ноль. То есть он сохранил бы Америку. Но Трамп не для того пришел, чтобы сохранять Америку. Он ее распотронит так же, как Путин хочет. Россию вот. Он берет пример с Путина. Потому что Путин должен залить это в Россию всю нефтью и калом, и все своим там подземным. Вот таким образом. Чем хороша Матрица? Ну, то, что он выгодна батарейка для сил с сатанинскими наклонностями. Вот батарейка для этих сил. Ну, тоже ни у кого нет восьмерки. Ни у того, ни у этого. И особенно логики-то нету в их поступках, действиях нету. Ну, этот еще по семье, там у него бардак, все, и по стране бардак. А у этот аккуратист, чистоплотный, скрупулезная работа, безокоризненно выполнен, все докопается. И вот это число третьей выборы. Вы представьте, уже на выборах мы видим такой лошарик. Третий одиннадцатого двадцатого года. Тут вообще сумма девятая. Тут действительно выберут, конечно, идиота. Дельта равно ноль. И пытаться сохранять будут Трампа. Это понятно. Идиота Трампа будут сохранять. Вот такой день. И как мы теперь будем рассчитывать-то? Ну, сейчас попроще. Так же, как мы преступников ловим. Вот мы так возьмем. Сколько совпадений в этот день будет? У Байдена два совпадения. Вот эти две нулевки. Вот две нулевки. Вместо восьмерки, вместо пятерки. Две нулевки отмечены квадратиками. Так? А у Трампа? У Трампа четыре. Квадратика засвиховано. Видите? Четыре квадратика. У него вот эти семерка, восьмерка, девятка и пятерка. А вот эти клетки. Четыре клетки. То есть, сразу мы вот делаем шансы Трампа выиграть во втором слойке. В два раза, в два раза ровно превышает, несмотря на то, что там опросы какие-то лидируют, Байден, это фигня. Но шансы Трампа, они в два раза выше применительно вот именно к этому дню голосований. Если бы день, может быть, был другой. И плюс, что Байдену очень невыгодно, потому что этот день будет 20 ноября. То есть, 3 ноября у него 20-го день рождения. Через 17 дней. А мы знаем, что за месяц до дня рождения и после дня рождения, как говорится, энергетика человека подсаживается. Сильно подсаживается. Перед днем рождения, месяц до и месяц после. Поэтому он будет на минимум энергетикой, а у него и так-то, но у него, конечно, энергетика большая, но эти, и этой энергетикой высосут все из него, потому что у него четыре двойки. И вампиры подходи и черпай от него энергию, что от него останется в этот выборный, предвыборный период, неизвестно. Плюс разница в возрасте четыре года в этот период, в третий период, как говорится, в третьей фазе их жизни. Каждый день-то и месяц играет значение. А тут целые четыре года разница. Но какой-то президент вот этот тригган в 77 заступил. И ничего, отстоял. И, ну, правда, там на него было покушение и все такое прочее. Но миссию он выполнил, там развалил окончательно Советский Союз. И также вот здесь тоже посмотрим, какой будет результат. Потому что система власти, которая в стране сложилась, когда Ельцин передал власть неизвестно кому, народ, которого не знал, она власти это рухнула. То есть система с подставными, как игроками, то есть по принципу хоккейной команды. Раз заменить игрока, заменить, заменить. Но первое лицо не положено. Менять оно должно быть константой. Нельзя, чтобы на хоккей одного послать, а на международный форум второго, а потом на другого уже третьего лицо послать. Так не бывает, чтобы было вот эти дублеры. Система дублеров, она давно уже была, с Ивана Грозного там был, первый Иван был нормальный, как говорится, Грозный действительно, а второй уже был грязный, как после Александровской слаботы. Также Петр Первый. Уехал туда Петр Первый, а приехал Пидор Первый. Вот так вот. Ну и тут как бы какой-то в хоккей играет, падает в хоккей, уже нету, следующий и так далее и тому подобное. Ну там, не знаю, есть такие, Никита или нет, нет, по-моему, там еще такая система не работает, как у нас. Ну вот у нас пытаются запустить эту систему, Лубянская ничего, она пытается запустить, чтобы это все, ну как бы, на постоянку. На постоянку, чтобы вот это вот одно лицо, мы его, как говорится, все обихаживаем и пусть оно вот сидит, а нас это устраивает, мы занимаемся спекуляцией. Деньги считаем, вот где-то там каналы, кто-то не так переводит, тому-то налог, этому налог, с этого выдрать. Вот сейчас еще какую-то арестовали, не знаю, кого, не могу найти, скрывают, сейчас информация не подходит. Опять друга Чубайсовского арестовали, он уже за него вступился, пытался найти, конечно, за друг, нету, в известиях нету, нигде ничего. И поисковая строка не дает. Вот таким образом. То есть, как и предсказывают многие, Вера Леон там с кем-то разговаривает, она, ей кто-то докладывает, она тоже считает, что Трамп на второй слог пройдет. Я думаю, пройдет, если его не, как говорится, как Николая Второго. А что касается истории, то мы совершенно ее не знаем, несмотря на то, что у нас есть такие великие историки, как Спицын и Соловьевы, море Соловьев, этих историков. А мы истории не знаем. А ведь у нас ситуация такая же, как была ситуация перед первой революцией российской, третьего, пятого годов. И так же сейчас она, вот сейчас. Тоже олигархи, вот там Фторов, потом другие, там Коновалов, там в Думе, министр промышленного предпринимательства. Огромные деньги, вот эта подготовка к войне, ну все то же самое. У нас сейчас тоже, все в войну, все в войну. Вот мосты падают, а мы все в войну. Опять армия, вот наша армия, сейчас этот мост наладит до Мурманска, мы поедем. А что надо опять наладить, ну месяца надо. Что армия, какой там строительство армии-то. Там же времянку, вот танк перевез, а дальше мост, пускай рушится. Чего нам мост тут. Что армия построил, то все это через месяц опять разварится. Так же как они и дома строят себе там это. Ну если они в железных, понимаете, живут. А в конура, как собаки там, офицеры селят в семьями. В железные конуры. Что там говорить. Какие там мосты. Вот это вот до чего-то. И там в России был такой же самый. Там тоже царь был, только долго сидел он. Он же сидел-то почти 25 лет. Он больше Путина сидел. Да, когда он там заступил-то? Он заступил где-то в 90-х годах. И вот в 90-м где-то году. А в 18-м вот только его прищучили. Через два месяца после Николая Александровича Второго. Может быть это в отместку. Потому что такой банкир, он конечно на примете мировой был. И он был связан, главное, со всем вот этим движением Сиона Хабада, как говорится, вот этим протокольским протоколом, мудрецами, вайзменами. Видишь, вайзменами. Он был связан, этот Фторов. Конечно, если белогвардейцы, ну не белогвардейцы, а монархисты можно сказать, именно точнее, монархисты забили вот этого банкера, то, естественно, тут уже и по фамилии ясно, кого надо в отместку забивать. Конечно, по заказу с Америки он оказался личным другом Шифа. Видимо, Шиф-то, почему Шиф, это тоже родственники оттуда. Фторов, он был же из Иркутска. Это Иркутский был. И отец у него занимался промышленность, там и золото у них было, все это схвачено. Многие там семьи, он входил в эти богатые семьи, сибирские. Из Иркутска он пробился сюда, все это, Фторов. И там же были вот эти Шифы, тоже они же из Сибири, Горнинду. А потом только в Америку туда переехали. И это было, видимо, родня. И куда-то, ну, за что? Ну, конечно, вот в отместку. А, конечно, монархистам было выгодно, чтобы этого второго. Они с Сытином хотели насытить Москву в это время. Собрали огромную сумму по тем временам для того, чтобы обеспечить Москву питанием. Ну, это, конечно, монархистам было не выгодно. Ну, вот это такая часть истории. Ну, история-то такая вещь, как вот, когда лопатой копаешь вот эту дернину, дернину, там же все перепутано. Вот взять даже этим совочком и как посмотреть, как это каждый корешочек, вместе они завязаны. Семья таких этих, все, трава такая, трава такая. Вместе все переплетено. Так же и в лесу деревья. Они же все корнями вот так переплетены между собой, растут рядом. И все самое интересное, друг друга поддерживают. А какое дерево там выпьется, начнет там затенять, и мало того, что затенять, когда на него слишком много света падает, оно начинает давать в корни, еще больше набирать, а в землю давать отрицательный материал. Вот, начинает. И уже остальные деревья, они как-то договариваются и приглашают на него вот от короеда. И короед начинает это вот, казалось бы, здоровое такое большое дерево, короед его сжирает, потому что оно не дает ничего почве. В почву ничего обратно не дает полезного. А только забирает, и вот старается выйти вверх, там, ракету эту туда, все вверх-вверх-вверх, и посылается вот такой вот коронавирус, короедовирус, который это большое дерево сжирает. Ну, а другие-то деревья, ну, жуки-то тоже на другие могут достать, ну, тогда другие деревья вызывают там дятлы, и уже дятлы начинают этих жуков долбить. Вот такой, по этому принципу, все революции, то есть сначала первая революция, это жуки придут, то есть это большие деревья там сгрызут, а потом приглашаются уже дятлы, и все, и потом дальше природа очищается, новые деревья там, ну, все-все понятно, да? Плюс гроза-молния, где там она в самое высокое дерево бьет, которое самое паразитическое, ну, все понятно, да? Вот, еще какая аналогия с третьим-пятым годом? Ну, сейчас третий год, намечается уже революция, почему ее и хотят сбить коронавирус, потому что они знают, что она вот, вот революция-то уже готова выйти, на улицу готова выйти, ну, сбивает коронавирусом, новыми законами сразу, ну, это все, людей как бы вот парализует, и это вот делает вот это вот, большое дерево, а это у него там бренд Путин, вот это большое дерево, оно слишком выпятилось. И уже все деревья, которые оно начинает затенять, а в земле-то оно одно дерьмо дает, вот это разлив нефти, оно почве ничего не дает полезного, только берет, чтобы дальше, дальше, за счет спекуляции, за счет вот этой прокрутки, торговли воздухом и так далее, спекуляция, самое главное, да, это геноцидить другие вот эти окружающие деревья. Значит, теперь шаг караеды, вот, посланы караеды, это может и есть коронавирус. А караедовирус, вот такая, ну, это краткая история, там же ведь интересно, ведь никто же не знает, никакие Спицын, ни Синицын, никакие историки, нам никогда не доложат, кто же основал РСДРП. РСДРП вот тоже была создана перед третьим годом, как раз перед революцией. И мы считаем, что вот на средства Парвуса, третьего-пятого года, это Парвус дал деньги, там, какие-то американцы, ни хрена подобного, это все вот этот Фторов, это был Морган, российский Морган, у него был такой капитал, что вообще по тем временам не снилось ни у кого в России, даже у царя не было такого капитала. И вот несколько таких вот дубов в России были, там были вот и эти, которые Распутина убили, князья там эти, ну, против этих князей как раз революция и была состряпана. И она была создана, это партия. И говорят, вот Ленин, это Ленин, немецкий штаб его финансировал, и еще подобного. И Расдорово под него было создано, известно кем, могу сказать, вопрос напишите, я скажу. Может быть, отдельную лекцию прочитаю. Это человек, который был связан вот с этим Фторовым, прямыми вот этими, как Дернина, родственными связями. И все вот из Сибири идет, потом здесь, кстати, вот город Электросталь, Фторов организовал, Фторов с Коноваловым. А Коноваловым был при этом Временном правительстве Керенского, он был министр промышленности и предпринимательства, да? Ну, как у нас сейчас промышленности и предпринимательства, это был тоже бизнесмен, он сам по себе бизнесмен, и он был компаньоном, значит, что он был женат на сестре вот этого Фторова, короче говоря, вот как переплелось, да? А Фторов-то, вот я говорю, из Иркутска, это сибирские золото. И вот они вместе на паях Коновалов, и сейчас вот этому Фторову в Электростале там и памятник, и все стоит этому Фторову. И где-то там, может, на Станкине, где-то там отмечена доска, где-то, что тут похоронен вот этот вот предприниматель, который создал Электросталь. Много построил очень капитальных зданий в Москве, капитальных таких зданий. Ну, был очень меценат хороший, не было у него врагов, все социал-демократы его, конечно, поддерживали, все, рабочие особенно. На похороны прошло 10 тысяч рабочих с Москвы и Подмосковья, все приехали хранить этого Фторова. Вот таким образом, это история. И вот один из этих родников Наваловы, он организовал РЗРП. Вот это министр промышленности. То есть, вот эти вот деревья, там выпучивался этот Николай Второй, который все на себя забирал и затенял всю Россию тем, что он ничего не давал земле. Все просили, дай земле, дай земле. Он не давал. Все, это... Там бы было у него просить какой-то там для крестьян земли, если бы землю дал, и революции бы не было. Вот. Ну, это уже дерево, оно ждало своих караидов. Он уже как пуп земли, и у него на правой руке, это дракон уже был, на татуирован на правой руке дракон, а мы знаем, что это печать зверя, дракон. Он его на татуировал в Японии, когда ездил, за что его чуть, как говорится, по голове не солопотал себе, да? Ну, его не хотели убить, а просто так попугать, а он плашмя его с саблей ударил. Если бы он ударил, как говорится, острием, у него бы расколол бы его башку пополам. А его просто так вот стукнули по башке, как бы предупреждение сверху, что за татуировку. Вот это такое вот дерево было Николай Второй, это же вся династия, и его пришлось, это караиды, потом пришли вот эти жуки и их съели. А потом кто дятлы-то пришли? Это сталинские дятлы, нарковые, железные нарковые, сталинские. Вот они все это пощелкали, все это всех этих жуков-караедов, которые грабили поместья, царские там поместья и все такое. Схема выполняется, природу не обманешь. Вот таким образом, вот такой вот наш с Пифагором скромный прогноз на выборы 3 ноября. USA All Turkey America. Всего доброго. Goodbye. Arrivederci.